СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Я в этот день работал. Или я в этот день работал, или лето не видел. Ну вот сегодня у нас гость, наш старый друг нашей передачи. Нур-Ислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. И тема, которой мы посвятим сегодняшней передаче, это священный месяц Рамазан. Потому что совсем недавно все мусульмане отмечали праздник окончания. Этого месяца. Ура за Байером. Да. И отмечали достаточно широко и примечательно еще в Кирове у нас во время этого праздника. В нашей Кировской, можем сказать, соборной мечети, да? Да, это правильно. Соборной мечети. Значит, присутствовали во время молитвы и губернатор Кировской области, и председатель законодательного собрания. Да? Да. И глава администрации города. И глава администрации города. И это как раз подчеркивало еще раз, что наконец-то, можно сказать, что приходит понимание, насколько важен этот праздник для мусульман России. И сегодня люди реально понимают важность этого праздника для мусульман. Но одно дело как бы формально официально понимать, что это за праздник, а другое дело уже понимать содержательно, откуда вытекает в конечном итоге вот то, что мы в конце Рамазана празднуем. И вообще, что мы празднуем? Какой повод, собственно говоря, для праздника? Ну, месяц и месяц, ну, закончился там сколько-то, так же 12 месяцев в мусульманском календаре, ну, один месяц кончился, второй месяц кончился. Ну, и что? Может быть, каждый месяц надо праздники устраивать, а не только, когда заканчивается Рамазан. Я прошу прощения за свои, может быть, не совсем далекие, так скажем, от учения религиозного, но тем не менее. Ну, так, тем не менее, всеми людям мы этими вопросами задаемся. Да, потому что наши соседи, друзья, люди, с которыми мы работаем, общаемся, они этот вопрос задают те, кто не мусульмане и не знают важность этого праздника. Поэтому сегодня, Мурсалам Хаджин, у вас, в общем, такая, собственно говоря, очень важная миссия, и мы бы хотели с вами об этом поговорить. По ходу, конечно, мы, как всегда, затронем очень глубокие вопросы и надеемся, как всегда, с помощью Всевышнего на глубокие ответы с пониманием. Ну что, бисмиллах, раман айрхим. Приветствую вас всех. Самым лучшим приветствием. Ассаляму алейкум. Мир вам всем. Да. Алейкум ассалям. Ну, может быть, чуть-чуть под другим углом взглянем давайте. Обозначим нашу передачу как научно-исследовательскую. Что же мы исследуем с вами? Мы исследуем то, что объединяет нас всех. Народы, которые живут на этом шарике. Народы, которые живут на этом небольшом сравнительном участке шарика, называемой Россией. Народы нашей любимой с вами родине. Да. Что же объединяет? И горе объединяет, и радость объединяет. Горе, вот смотрите как, 22 июня, да? Да. 1945-41 года началось сильнейшее испытание прошлого века для всех народов. Ведь одинаково же всех задело. Так ли? Да. Совершенно одинаково пострадали семьи. Совершенно одинаково праздновали победу. Одинаковые отношения. Для нас, для всех, кто живет. Пропорции потерь практически были у всех народов одинаковые. Да. Не зря же муфтий России в то время Абдурахман Хазрат Расулев издал фетву такую, то есть юридическое, религиозное заключение. Практический приказ для всех верующих Советского Союза. Принять обязательное участие в войне против фашистских захватчиков. Он обозначил это великой священной войной мусульман. По защите Родины. Фактически это был джихад для мусульман? Фактически, да. Настоящий джихад. Настоящий. Это нас объединило. И борьба с захватчиком. Да. Борьба с врагом. Один из видов джихада это защита Родины. От захватчика. Объединило нас вот это печальное событие. Вот буквально 15 июня нас объединило радостное событие. Всех. Я вижу визит первых лиц нашего региона. Знаменательным. Потому что приходит понимание и у государственных деятелей, чиновникам, что нельзя как-то одну общественную группу игнорировать, другую восхвалять. Нельзя. Надо со всеми вместе, поскольку вы являетесь людьми государственными, а мы являемся жителями этого государства, подданными, то вы должны и наши радости, и наши печали разделять с нами вместе. Вот в этом я увидел визит Игоря Владимировича, и Владимира Васильевича, и Ильи Вячеславовича. Увидел в этом их визит. Что они пришли к этому пониманию и разделили с нами наш праздник. А вот некоторые люди говорят, что православные люди пришли и сидели там и слушали вместе с верующими мусульманами. И вообще православные они или неправославные. Отправьте этих людей читать Коран. А там написано так. Сейчас по-арабски процитирую сначала. Конечно. Аста-а-изу-бил-ляхи. Я айюга лазина аману. О, те, которые уверовали. Кутиба алейкум ас-сияма. Предписан вам пост. Кама кутиба аля лазина мин кабликум лааликум тат-такун. Точно так же, как он был предписан тем, кто был до вас. Может быть, вы станете богобоязненными. Совестливыми. Что означает тем, кто был до вас. Поскольку эта фраза неограниченное времени, мы понимаем, что и Адаму с Евой... Кстати, эта фраза очень много раз в Коране. То есть и Адаму с Евой был предписан пост. И последователями всех пророков и посланников Божьих был предписан пост. И православным людям был предписан пост. И сегодня они соблюдают... Да. А пост это... То есть еще задолго до того, когда... До самого начала времен же. Да. Самоосознание человечества. Разделение на веру и так далее. Как неспослан был верующим Коран. Об этом, как бы, мы говорим. Вопрос про верующих. То есть человек неверующий... Ему все равно. Мне нравится выражение Аристотеля. Далее подобное выражение появилось из Ауджиев книги «Альмантык», «Логика». Он говорит, что человек — это животное, обладающее тремя качествами — разум, речь и вера. И вот мы видим отсюда, с этого выражения мы видим, что только человек способен отличить своей волей, которая основана, конечно же, на разуме и вере. Отличить себя от животного. Разве животные держат пост? Разве они голодают? Нет. Только человек способен ограничить себя в еде, в питье и в удовольствиях. Сознательно. Да, сознательно. Поэтому это предписано было всем. Всевышний создал ангелов, обладающих разумом. Всевышний создал животных, обладающих желаниями. Инстинктами. Да. И Всевышний создал человека, поместив между ними. Куда человек хочет, туда и попадёт. Туда и стремится. Да. Можно стремиться вниз, можно... Да. Если человек хочет себя возвысить, он же пользуется разумом, пользуется тем, чтобы силой воли, основанной на разуме, совершать дела, которыми доволен его создатель. Чтобы достичь довольства своего создателя. Очень простая логика. И создатель мне предписал, вот, пастись, ограничивай себя. Хотя бы один месяц в году. Я тебя всё равно прокормлю. Аллах же говорит в этом же Коране. Снова по-арабски. Поистине, Аллах не хочет для вас утяжеления, тяжести. Хочет для вас облегчения. И здесь мы видим, что человек, который ограничивает какое-то время себя во время поста, от восхода до захода солнца, не важно, это будет пять часов или двадцать часов, укрепляет свою веру, он не умирает с голода, никто не умер от поста. Никто. Ни один человек в мире не умер. Потом же завершается пост. И начинаются весь месяц маленькие микропраздники. Каждую ночь. Каждую ночь ифтар, мусульмане собираются, друг друга угощают, кушают. У нас мечети же тоже каждый день были ифтары такие, ифтары, то есть разговения коллективные. Делали угощения, национальные блюда, таджикские, узбекские, дагестанские, чеченские, азербайганские. Это после того, как уже рамазан завершился или каждую ночь? По ходу поста. После того, как? Заход солнца. Когда солнце заходит. Татары тоже всех удивили, неподготовленных людей, обилием и красотой нашей пищи, естественно. Маленькие праздники были весь месяц. А за это терпение, вот в этот месяц, за 30 дней, Всевышний награждает нас большим праздником у Роза Байрама. Праздником разговения. Большой праздник. В этот день надо много-много радоваться, поздравлять друг друга, ходить к своим друзьям, знакомым, близким, родственникам, кладбище посетить. Потому что мы же верим, что души... Могилы усопших, да? Да, души же бессмертные. Им тоже хочется праздник. И мы их посещаем, поздравляем. То есть это день великий праздник. Вы смотрите. В одной старой книге, называется «Кысо Солян Бия», то есть «История пророков», еще на древнем чужском языке написано. Мы ее проходили. Там рассказ есть такой. Правда, неправда не знаю, но объясняет многое. Когда по приказу Всевышнего ангел Дебраил Гавриил создал, слопил тело Адама из глины, чтобы придать ему красивый облик, надо было размягчить глину. Чем глину размягчают? Водой. Всевышний приказал идти дождю над телом Адама, первого человека. И шел дождь, 40 дней. 39 дней дождь печали, 40-го день дождь радости. И здесь мы точно так же видим, что не бывает так, чтобы все время только печаль. И не бывает так, чтобы все время только радость. Правильно будет, если мы потерпим испытания и потом получим радость. Всевышний же говорит в Коране, азабилляхи. И здесь вот этот праздник у нас получился так, что мы терпели, 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 ограничивали себя во всем. То есть даже молодые семейные пары в течение дня, представляю, 20 часов, там остается время помолиться, перекусить и снова пост. Ограничивали себя в своих семейных удовольствиях. Вот так терпели все. И потом праздник. В общем, возвращаясь к вопросу Азиза Алиевича, терпим и радуемся вместе вне зависимости, к какому и какой вере ты принадлежишь. Это предписано всем. Предписано всем, да. Всем, у кого есть вера. Кто верит, все уже. Да. Ну, мы, конечно же, крылом своей радости задеваем всех окружающих. То есть нам, в общем-то, без разницы было. Мы угощали всех пловом. А вот это вот не слишком тяжело летом-то вот все-таки солнце заходит? Самые длинные световые дни. Восходит рано. Вот все-таки, ну, хорошо арабам, понимаете, они там живут где-то там на юге. У них как там 8 часов, темно. Заметьте, обращаю внимание, каждый год получается так, что на месяц Рамазан Всевышний дает погоду, которая не жаркая. Это я заметил, да. Да. И когда у нас началось потепление? 15 июня. Ну, разобарян, да. Да. Фактически. Следующий день в Кариново, в Слободском районе был Сабантуй. Там еще лучше погода пошла. Вот. Вчера холодно было, да, 10-12 градусов. Сегодня, смотрите. То есть Всевышний делает для нас, для наблюдающих праздник, вот когда захочет, но обязательно сначала бывает какая-то тяжесть, какое-то испытание. Если мы веруем в это, мы переносим с терпением, с благодарностью и получаем праздник. Точно так же, если мы свою жизнь проведем так, с терпением к испытаниям, мы получим же праздник, только вечный. Главное это осознать. Это и будет ведущий человек. Да. А вот по личному опыту, Нарислам Хаджи, вот этот держать пост, у вас какие самые трудные моменты бывают? Ну, или были. Или были, да. Что самое сложное? Начать, воздержаться в какой-то момент. Последний час самый тяжелый. Последний час последний час. И тяжело, когда ты бездельничаешь. Обязательно нужно какое-то дело. Надо чем-то заниматься. Либо спать. Какое-то занятие. Либо спать вообще. Но, конечно же, галочка, что ты постился, будет. Да, как в бюджетне. Если ты спишь. Да, все равно ты как бы не кушаешь, не пьешь, ничего, спишь. Галочка будет. Но если ты этот день посвятишь благим делам, то у тебя будет не только эта галочка, там много галочек. В обычное время же Всевышний за благое дело вознаграждает в десять раз. Больше, чем... То есть десятикратное... Мы получаем десятикратное возвращение того доброго дела, которое мы сделали. Если мы дали пожертвование один рубль, возвращается нам десять. Это обещание Аллах, я вот сегодня как раз на пятничной проповеди приводил этот аят. То есть если вы придете с добром, вы вернетесь десятикратно увеличенными. Поэтому мы стараемся, стараемся целыми днями что-то делать. Все равно не получается вот спать. Молитвы, подготовка к ифтару. Вот в мечети... По хозяйству наверняка можно заранее распланировать. Так вот давно это что-то не сделал. Тут надо что-то починить, не знаю, убрать. Это обязательно ставлю. Представляешь, сколько времени на перерыв можно не идти. Книжку давно вот хотел прочитать. Прочитаю ее в Рамазан. Вот замечательный повод бывает для мусульман в этот месяц изучить Коран. Коран. Хотя бы научиться читать. А обязанность есть? Или это опять-таки... Есть обязанность. С точки зрения исламской юриспруденции индивидуальная обязанность каждого верующего учиться читать Коран. И фарду кифа, то есть если хотя бы один человек в городе читает, как бы грех со всех снят, но получается так, что все должны стремиться. Если человек не им учится читать Коран, как же он молиться будет? Не зная, собственно, суть. А это как раз месяц такой, Шахар Рамазан, Аль-Ладзи, Унзи, Афиг, Кур'ан, Гуда, Линна, Сива, Байна, Сива, Байна, Гуда. То есть Аллах говорит, месяц Рамазан это такой месяц, в который был не спослан Коран. Как разъяснение и книга, в которой указан путь к счастью в результате. И для того, чтобы попасть куда-то, мы же изучаем маршрут, и здесь точно так же. Мы изучаем Коран, в процессе его мы получаем за каждую букву, прочитанную, в оригинале, естественно, мы получаем награду. изучая смыслы Корана, мы понимаем вообще, для чего мы созданы, как нам жить, и что мы получим в конце, к чему стремиться-то. Там же все прописано. Коран это такая книга, которая является сущностью своей речи Всевышнего. И бывает даже так, что люди спрашивают, а скажите, в Коране написано ли, как сделать ящик? Я говорю, да, конечно, написано. А где? А вот открываем Коран, читаем, значит. Так спросите же людей, знающих, если вы не знаете. Все же написано? Не можешь сам. Поинтересуйся. Подскажем. Руслан Хаджи, а сколько дней месяц Рамазан длится? Бывает по-разному. Зависит от того, как у Луна показывает. Луна календарь все-таки напоминает, да? 29-30. Да, да, да. Пророк Мохаммад, мир ему, за свою жизнь постился 9 лет. Из них 5 лет постился по 29 дней, и 4 года по 30 дней. Поэтому мы смотрим на Луну. Как он сказал, послание Николая, мир ему сказал, что Суму Леру и Атигееву, во второй Леру и Атигееву, Начинайте пост держать, когда увидите Новую Луну, и завершайте, когда увидите Новую Луну. Вот вам месяц. Если там дальше смысл такой, что если как в Кировской области, которая является родиной облаков и туч, вы не видите ничего, то считайте 30 дней. Это хорошо сказали. Хорошо, а получается, что мусульмане зимой получают облегчение, все-таки я вернусь к этому вопросу, а летом утяжеление поста. Потому что зимой у нас заход солнца чуть ли не в 3 часа дня, а восход там где-то в 10, условно говоря, ну в 9. В 8 еще темно, да. Не упрощайте, не упрощайте. Так. Недавно прочитал такую интересную мысль. Зима удивительное время для верующего, когда время испытаний уменьшается, а время для поклонения Всевышнему увеличивается. Так. Что бы это значило? То есть день-то время испытаний получается, так, а ночью большинство таких добровольных молитв они ночью совершаются. Размышления о Всевышнем ночью лучше делать. То есть время-то увеличивается. В смысле в темное время суток. Да. А летом наоборот увеличивается время испытаний. И поэтому концентрация богопоклонения усиливается за ночь. То есть вы вот таким образом мне ответили. Давайте сейчас небольшой перерыв сделаем. Нам обязательно нужно выйти на рекламу. Нурислам Хаджи имам мечети города Кирова у нас в гостях напоминаем тему священный месяц рамазан позади завершился 14 июня и вот мы о некоторых смыслах и значениях сегодня в передаче говорим. Скоро продолжим. Союз неружимый. Знаете, сходу хочу задать сразу такой вопрос Нурислам Хаджи. Вот это священный месяц рамазан. Сейчас хочу такое, чтобы вы пояснение или какие-то советы дали немусульманам. Как вести себя в этот месяц как раз-таки немусульманам по отношению к ерующему исповедующему ислам. Потому что был один случай когда я предлагал воды и мне так стало неудобно. Я совсем забыл, что не есть, не пить нельзя. Вот какие-то бытовые вещи хотелось, чтобы вы осветили. Что не предлагать, чтобы не обидеть? Или это вовсе не... Небольшой грех совершил Володя, когда предложил воду попить? Да, священный месяц рамазан. Ну, посините, это жизнь такая, хочется знать. По незнанию прощается. это все. А так вот есть притча была, не была, точно не знаю, но глубокомысленная. Мы же знаем, как будто бы, что иудеи, враги мусульман, да? Ну, типа, кто-то так говорит, да? Да. На самом деле это шейтан враждует. Да. А люди все хорошие. и был как-то раз в Медине, а там же в Медине и арабы, и евреи. Значит, один еврейский мальчик перед постящимся соседом арабом, арабский мальчик, ходил с едой днем, кушал. За это отец его очень жестко выпорол. Сказал. Отец иудейского мальчика? Отец иудейского мальчика иудей. Там в 17-м поколении все очень крепко. Он сказал, как ты смеешь то, что предписано всем издеваться над верующими людьми? Вот удивительно, конечно, результат притчи говоря о том, что этот иудей принял ислам. Как милость всевышнего к нему пришла в виде истинной веры. Ну, вот как не издеваться. Не издеваться. Не издеваться в смысле нарочно вот так, чтобы нарочно предлагать, искушать, да, как говорится. Но все, что касается искушения, это все-таки к дьяволу относится, как бы, да? Ну, здесь мы всегда разделяем внутренний мир человека на две ипостаси. Навс и шайтана, который против нас работает, науськивает все. А Навс это наше собственное желание. Но управляет Навсом все равно. Все не от других управителей. То есть, как сказано, и хороший от меня, и плохой от меня. Ну, за хорошее вы меня благодарите, а во всем плохом вы виноваты сами. Да. Потому что пошли на это, да? да. И вот этот неумелось удержать себя. Ведь человек, когда около тебя ходит, ты голодаешь уже 17-18 часов. Нельзя же не есть, не пить, не курить, не принимать лекарства. К жене приближаться. Ничего нельзя ведь. Вокруг тебя начинает вкусным бутербродом ходить человек. и так причмокивает, и эдак еще попьет в жару-то вот такую как у нас ожидается пустыриться. Ай, как вкусно, да. Даже сытый начинается слюдное отделение. А как же быть голодающим еще? Я не зря спросил. Вот такому человеку, конечно, надо вот пример этого мальчика всыпать надо ремня ему. А если папа этому человеку всыпет, то папа обязательно будет облагодетельствован. Просто не издеваться и все. И стараться конфликты какие-то сглаживать. В первую очередь сам верующий человек, если к нему кто-то со стороны пытается навязать конфликт, драку, ругань, должен сказать анасом, анасом, я постящийся, я постящийся. Не надо ничего сейчас. А если не понимают? Лучше уйти. Вообще удалиться из этого пространства? Да, лучше так, потому что как пророк Мухаммад ему сказал, некоторые за месяц Рамазан не испытают ничего, кроме голода и жажды. То есть бесценный дар милости вот этого месяца человеком будет потерян за что? За язык в первую очередь. За потакание своим страстям. То есть вообще это месяц салма это удержание себя. Если человек начинает сквернословить, про кого-то распускать плохие слухи, если грубо говоря материться. нецензурную бронь. Да, это по-научному. А если он не со зла матерится? так в обиходе в его речи, искусно вплитается. Мат тоже разные бывают. Я встречал разные бывают. Приятно человека послушать. У него речь такая как рикой льется. Вот когда он не со зла не задевает никого, не оскорбляет никого. А бывает так, что человек скажет, ты понимаешь, что он не понимает этого, что он сказал. Но хочется маленько придушить. А иногда бывает так, что даже не матерится, а обижает и ранит так, что мало не покажет. Это вообще страшно. Пророк Мохаммад сказал что перевод означает большинство бед человек от его языка. Юридически мы ему ничего не предъявим. То есть в шариате ислама судебные дела, иски рассматриваются, наказание приносится за реальный вред материальный. То есть то, что материальное вещество. Руку отрубил, украл что-то, еще что-то. А за словесный вред нет наказания. Но оно никуда не девается. Ну тут вне зависимости от веры, от национальности наверное у каждого есть такая мысль, что возможно если бы я тогда этого не сказал или этого бы не сделал, могло бы быть все иначе. Имам Алию очень хорошо сказал означающее собака лает, а караван идет своим путем. Наказание Аллаха за все-таки ослушание, отступление вот от этих норм насколько суровое. Не сдержался, не смог себя и вот о наградах и наказании за то, что не указано в книгах мы не знаем. Но предполагаем. Да не предполагаем, мы уверены, что оно будет. Потому что Аллах говорит, что ничего от него не укрывается. И когда человек кого-то ругает, это тоже Аллах создал. Но вот отношение человека к этому, если он одобряет то, что он оскорбляет другого человека, это попадет в левую чашку лесов, которая, если перетянет, человек навечно в ад попадет. Не надо ее загружать. Вот тут очень важную вещь вы сказали, потому что все время я хочу, чтобы мои братья-мусульмане услышали одну вещь, что не нужно переполнять левую чашу, потому что даже если ты совершаешь намаз, держишь пост, идешь в хадж и возвращаешь, можешь ходить пять раз, десять раз, и если при этом при всем у тебя левая чаша переполнена, то тебе прямой путь не в самые лучшие места в ином мире. Потому что здесь должны понимать верующие люди, что взвешивание добрых дел это прерогатива Всевышнего. Он как захочет, так и оценит. У тебя может быть гора для Малунгма дел, которые будут весить как перышко. Может быть одно дело, одно дело, единственное за всю твою жизнь какое-то, которое Всевышний оценит как эта гора. Да. Вот тут надо очень себя обдить. Жизнь так коротка. И вывод проповедя к мусульманам, я надеюсь, это не один раз сказали. Не только по пятницам, я же с ними видаюсь каждый день, и не только день, и ночь, и день, стараясь людей призывать. Ну, многие, конечно, понимают, потому что выросли на этих традициях. Вера, религия, традиция, все связано у мусульманских народов. Поэтому они все понимают, как бы. Пробиваетесь, получается, а то ведь, как в Коране сказано, я запечатаю твою душу, твои глаза и твои уши, и вы будете неразумеющими. Да, и ты будешь неразумеющим, и будешь молиться на деньги, и будешь... Всевышний предоставляет всем право выбора. Выбирай. Что ты хочешь? Хочешь попасть в рай? Вот тебе условия для этого. Выполняешь? Получаешь милость Всевышнего. Хочешь попасть в ад? Пожалуйста, условия выполняешь? Пожалуйста. Пророк Мухаммад мир ему сказал очень хорошо по этому поводу. Роджибати нарибиль бешахбати в аудибати лджанати бельмакарии окружен ад страстями. Окружен рай трудностями. Вот чтобы попасть сюда, надо своим страстям следовать. Чтобы попасть в рай надо трудности преодолевать. Чего хочешь выбирай? Пожалуйста. Вернемся у нас мало времени осталось. Вернемся к празднику уже. Прошел 29 или 30 дней мы увидели новую луну. Если не в Кировской области нам сообщили братья из других регионов. Так и было. Везде в мире в один день. Новая луна вот она появилась и мы приступаем к нашему празднику. Что значит праздник? Право разгореть. Зачем вообще надо праздновать окончание Рамазана? Каждый день люди чувствуют праздник. Микропраздник. А зачем вообще смысл того, что закончился, ты выполнил свой долг перед Всевышним. ты получил очередные ну как это сказать, нельзя сказать баллы там, но от Всевышнего там. Так это и есть. Человек должен анализировать. Не бывает сумасшедшего верующего. Ну, надеюсь. Он должен использовать разум, анализировать. Вот он терпел, терпел награда. Преодолевал, преодолевал, преодолел. И вот мы отмечаем собственно говоря вот это преодоление. нашего преодолевания. Результат, что у нас праздник. Я же говорил уже, вы не слушали наверное, что человек всю жизнь терпит, 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 потом праздник. Но праздник вечный. Это другой праздник. Аналогично. Аналогично. Человек 30 дней терпит, 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 потом праздник. Хоть один день будет праздник. Вот в этом смысл у Роза Байрама. Что мы потерпев получили награду. Потерпев получили награду. Вот это есть смысл него. Ну что? Потерпели награды. Все циклично. Потом снова терпеть. И так из года в год. Здесь одно и то же один и то же урок для верующих людей. один и тот же урок. Каждый раз Всевышний каждый год напоминает нам. Каждый раз старается, старается, старается. Но почему-то не все вот эти уроки от Аллаха себе воспринимают. ведь он же в разных религиях имеющие одну и ту же основу. Всевышний же один. Рай один, ад один. Все по одному. И Всевышний же ко всем народам отправлял этот приказ. Ко всем народам вот этот урок отправлял. Потерпите в поклонении и благодарности получите награду. А есть месяц, который посвящен борьбе с страстями. Не потерпеть трудности, а именно бороться с страстями. Круглый год. Все понятно. И об этом мы можем тоже поговорить. Спасибо большое Нурислам Хаджи и имам мечети города Кирова. На этом программа «Союз нерушимый» на сегодня завершена. Всего доброго. До свидания. Ва-алейкум ассалям. Союз нерушимый.